Всем привет, друзья! Это канал Русские Тайны. И сегодня мы отправляемся, наверное, в самую страшную усадьбу Республики Беларусь. Итак, друзья, поехали! Очень сильно покорябнул спину. Сейчас мы будем проверять документы. Мы будем уже борьбать в Республике Беларусь. Не Беларусь, а Беларусь. Эй, мы Беларусь. Беларусь нас встречает с солнцем, хорошей погодой и хорошим настроением. Беларусь – государство с населением в 9,5 миллионов человек. Со всех сторон страна с чем-то граничит. На северо-западе республика с Литвой, на западе с Польши, на севере с Латвии, на востоке с Россией и на юге с Украиной. Мы сравнительно долго добирались до усадьбы князей Святополк Четвертинских, но мы не пожалели, когда добрались до места. По сравнению с теми усадьбами, которые мы когда-либо снимали, это, наверное, одна из самых интересных. Да и в целом, по Беларуси как-то необычайно мало заброшенных мест вообще. Вот и здесь мы сегодня снимаем не совсем заброшенную усадьбу, а музей, где вход стоит денег. Усадебный комплекс в поселке Желудок интересен во всех смыслах. Тут и скандалы с потомками, и разграбления в военном поместье, и легенда о КГБ, и даже съемки, как пишут, первого в Беларуси ужастика. Дом сам по себе совсем не старый, поэтому он и неплохо сохранился. Архитектором был популярный в то время петербуржец итальянского происхождения Маркони. И результат его трудов оправдал ожидания. Дворец дополнялся регулярным парком, флигелем, мельницей и хоздвором. В начале 20 века святополк Четвертинский затеяли самую настоящую стройку века. Дворец в стиле нео-барокко. Первую мировую войну дворец пережил практически без последствий, а с приходом советской власти его отдали военным и приспособили под свое жилье. В общем, друзья, я сейчас нахожусь на последнем этаже. Он был всегда техническим в усадьбах. Тут жила прислуга. В Российской империи, соответственно, жили крестьяне крепостные. А так как тут почти что не было флигелей, все жили вот здесь. Чем оно отличается? Вот проходя по этим этажам, видно то, что потолки резко понижаются, и сама отделка становится, ну, более спокойной и не вычетной. Ну, так скажем, дешевой. Ну, потому что считаю, что нечего просто так тратиться на обслугу, и можно тут как раз сэкономить. А большую часть денег вложить именно в этажи первой и второй. Людвиг святополк Четвертинский погиб в Освенциме 3 мая 1941 года. 27 июня 1941 года сгорел и сам поселок, в который пан Людвиг вложил столько денег. С 1960-х годов усадьбы, ее территория вокруг него, принадлежала Министерству обороны Советского Союза. Большую часть поместья Четвертинских огородили высоким забором с воротами и КПП. На огороженной территории было построено несколько строений, склад, столовая, магазин и несколько офицерских домов. В дворце располагались военные, в основном, технических дивизионов. Эта усадьба действительно уникальна, потому что до 1939 года эта усадьба и эта земля принадлежала Польше. А в 1939 году Советы ввели сюда войска, и это поместье вместе с землей отошло государству. И это место уникальное тем, что те, кто не хотят получать шенгенскую визу, могут поехать вот сюда, в Беларусь, чтобы посмотреть на вот это действительно потрясающее место. После постройки новой казармы в 1983 году солдаты-срочники приселились сюда. Там же было построено несколько многоэтажек для офицеров. Что здесь было с 1983 года по 1991 годы, доподлинно неизвестно. Говорят, здесь обосновалось военное предприятие по производству оптики. То, что это место было секретное, символизирует вот такие вот советские столбы. Здесь вот когда-то была железная проволока, ее в конце концов пустили на железо, и больше ее сейчас нет. Остались вот только такие вот столбики, на каждой из которых была колючая проволока. Кстати, кто-то говорит из местных жителей, что здесь все-таки было хранилище ядерных ракет. Но все-таки производство военной оптики, ну, более смахивает на правду. Вот нас встречает табличка, советская еще. В советские времена подвалы и усадьбы были переделаны под военные нужды. Здесь хранилась амуниция и провиант. Однако тайный выход из усадьбы все-таки засыпать не стали. А оставили как есть, немного подремонтировав. Только что я тут был, очень сильно покорянул спину. Там была такой же моток колючей проволоки. И это здание, усадьбы соединено со вторым, как оно называется? С флигелем подземными ходами. Так что сейчас пройдем, покажем. Прекрасно. Скорее всего, туннели имели двойное назначение. В первую очередь, это были коммуникации, а потом уже средства побега. После развала Советского Союза, эта усадьба осталась ничейной. И тогда появились вот такие вот надписи. Еще большую часть ее, конечно, разрушили. Сейчас ее отдали в частные руки. И по идее, за ней сейчас следят. Вход сюда платный. Это 4 белорусских рубля. В переводе на русский рублей. Это примерно 120 рублей. Но это, в принципе, терпимая сумма, за которую можно сюда попасть и погулять. И местные расскажут всю историю. И это, конечно, тут потрясающе. В 2009 году компания «Беларусьфильм» принимает решение о съемке первого в истории Беларуси фильма ужасов. В основе книги Мэри Мэй, основанной на литовской легенде. В 90-е годы воинскую часть, которая здесь находилась, полностью расформировали. А здание отдали Академии наук. Здесь снимали клипы и кино. Например, это видно по вот этой вот черной краске, которая изображает копоть. Еще я нашел новость, что в желудок приезжала одна из отпрысков знатного рода – Изабелла Четвертинская. Она была шокирована состоянием зданий. Киношники знатно попортили усадьбу. Она предложила отреставрировать усадьбу полностью. И собиралась открыть здесь белорусское представительство Мальтийского ордена. Но при этом поставила условия. Евросоюз дает 70% средств на восстановление, а остальные 30% нужно было заплатить Беларуси. Ответа так и не пришло. Усадьба так и стоит заброшенная. Дворец, хотя и охраняется, постепенно превращается в руины. Будем надеяться, что в скором времени усадьба все-таки восстановит. И можно будет прийти не просто, чтобы посмотреть на заброшенное здание, а погулять уже по восстановленным комнатам поместья. Ну что ж, друзья, вот мы и побывали в усадьбе Святополка Четвертинского. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большие пальцы вверх. Не забывайте про нашу группу ВКонтакте. Всем удачи, пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!